Друзья, мы просто порвали мой YouTube-канал. Какую-то баварскую девицу, которая приносит пиво где-то на Октоберфесте. Еще расскажу, как папка дурак буду повторять. Я это называю из бабушкиных подушек в джинсовом комбинезоне, который тоже весь в пятнах, в краске и тому подобное. Всем привет! Меня зовут Тома. Это мой YouTube-канал. Добро пожаловать! Ну, с благодарностью. Мне очень приятно, что мои видео вызывают такой интерес. Приятно, что вы их комментируете. Приятно, что говорите, что вам нравится, что не нравится. Вы вообще за последнюю неделю, друзья мои, просто порвали мой YouTube-канал и Instagram. И мне, правда, это очень приятно. И после такого вот хочется просто творить и создавать что-то новое, потому что... Ну, потому что это просто вдохновляет. Вот и все. Во-вторых, думала я, куда, собственно, пойти и что сделать. И было уже у нас с вами и Манго, и Массимо Дути, и Зара. Ну, не было, например, Беннеттона. Беннеттон мы не можем пропустить по той причине, что в Беннеттоне достаточно качественные базовые вещи. Трикотаж, свитера, да что говорить, джинсы, шорты, юбки. И все они с довольно качественных тканей. И, ну, в любом случае, мы без базы никуда двигаться не можем. Поэтому для того, чтобы показать базу, я выбрала Беннеттон. Поэтому всех вас приглашаю сейчас в Беннеттон. Посмотрим, что сейчас есть в Беннеттоне. Поищем качественную базу. Ну, и попробуем ее смиксовать в какие-то интересные, не скучные образы. Так что поехали в Беннеттон. Приглашаю вас всех. Вот то, что я говорила, в Беннеттоне очень много таких вот простых совершенно, ну, на лето очень полезных вещей. Вот юбочка катоновая, да, я думаю, что это стопроцентный катон. И если правильно их миксовать, да, то можно создавать очень даже красивые образы. Если миксовать только базу между собой, то понятно, что оно будет скучно. А если делать какие-то изюминки, да, то будет очень-очень даже весело. Поэтому сейчас вот попробуем что-то красивое создать. Ну, или вот, да, катоновое платье длинное в пол. Да, сто процентов бововно, да. Вот. Я думаю, кому, собственно, не нужно такое платье в гардеробе летом. Конечно, очень незаменимая вещь. Вот. Поэтому, если ее красивенько разбавить, я бы надела здесь какой-то пояс. Ну, в общем, сейчас покажу, как можно его как-то более интересно и не скучно носить. Возьмем. Ну, вот, собственно, то, что мы имеем. Я говорила в трендах, что кружево, кроше, сетка, все это у нас будет очень актуально. И вот, собственно, уже носить блузка. Ее можно носить на какие-то простые ткани, и будет очень красиво. Вот если вот так вот. Ну, это точно такое платье, по сути, да. Но вот его сверху, например, уже не сильно что-то. То есть вот такое вот на какую-то базу, да. Но что-то сверху на вот это. Потому что платье уже само по себе. И вот кружево оно само по себе довольно самодостаточное. Поэтому тут уже сильно не разгуляешься. А вообще вот рюши, воланы тоже, конечно, у нас очень актуальны. И они еще напоминают мне такую вот какую-то баварскую девицу, которая приносит пиво где-то на Октоберфесте. Вот юбка, да. То, что мы смотрели блуз, смотрели платье. А вот у нас юбка такая. Если, конечно, и вверх и низ будет такой, то нужно смотреть. Но вообще, так как юбка там довольно такая самодостаточная, то наверх, конечно, можно было бы какую-то базу. Ну, вот то, что я говорила. Кружево, да, вот сверху, сверху базы. Вот очень красиво, мне кажется. Хотела также сказать, что вот такие разного рода крестьянские платьица, которые на лето тоже незаменимы. Вот если вам они нравятся, то тоже, конечно, в Беннетон. Это и пляж, это и город. Это, если вы наденете пиджак, то это, в принципе, наверное, пятница даже офис может быть. Ну, если такая, конечно, не сильно, не сильно жесткий дресс-код, если надеть какой-нибудь белые пиджаки, балетки, то можно даже в офис. Беннетон, это также вот различного рода худи, свитшоты. Они тут тоже из хлопка, стопроцентный хлопок. Поэтому, если вам нужны такие вещи, то я про буйство красок вообще молчу, потому что тут вы тоже можете не только качество найти, но можете также найти для себя такую вот легкую, кежуальную одежду. Можно даже для дома, да, потому что я такие свитшоты даже дома ношу, и они будут качественные и совершенно не угрюмые. Тельняшка. Мне, кстати, новая тельняшка нужна. Ну, вот еще одна база. Вот смотрите, тем, кто спрашивали, кстати, где можно купить тельняшки, вот Беннетон один из лучших магазинов, наверное, для этого. Ну, еще раз скажу, как папка-дурак буду повторять, для меня очень важны ткани, натуральные они или нет. Ну, и для тельняшки, мне кажется, это тоже важно. Понятно, что если там будет небольшой, в составе небольшое количество ацетата, либо других синтетических тканей, то это хорошо, потому что она дольше вам прослужит, да, и будет держать хорошую форму. Ну, вообще старайтесь, конечно, выбирать, чтобы там хотя бы на 80% был катон. Льняные брюки тоже в Беннетон. Смотрите, сколько тут различных цветов, да, буйство красок прям. Вот, смотрите, они чем хороши именно эти, я сейчас тоже, наверное, их померю, потому что они зауженные. Ну, если широкие, если широкие, тоже, конечно, ничего, но они тут хотя бы без карманов карго, которые сейчас, по-моему, присутствуют на всех, а вот лен и объемные карманы карго на самом деле на любителя, не всем пойдет, а так они зауженные, и лен сам по себе, да, в принципе, создает объем, а если какие-то объемные карманы, то понятно, что будет еще создавать дополнительный объем, поэтому за то, что они немножко зауженные, на мой взгляд, очень даже неплохо. Если вы хотите превратить классические цвета в какое-то интересное сочетание, то вот розовый и красный, мне кажется, очень-очень красиво, вот, на мне льняные кюлоты, то, что я вам говорила, что Бенетон это лен и котоновый свитерок красный, мне кажется, вполне себе такой городской лук. Ну, как видите, я велосипед не изобретала, тельняшка, она весьма странная, потому что она вот тут вот высокая, я сначала ее даже надела задом наперед, а сзади она, ой, ну, тут у меня, конечно, неподходящее белье для нее, но тут вот такой вот глубокий довольно вырез, да, ну, и, собственно, джинсовый комбинезон и белые кеды. У меня ассоциация с таким вот образом какой-нибудь ассистентки художника, которая ассистирует ему в таком джинсовом, и вся вот она такая вот в краске, либо из фильма «Призрак». Помните, когда Дэми Мур, еще молоденькая, делала, что она там, скульптуру делала, вот это вот лепила, и у нее были все руки в глине, и вот в таком вот джинсовом комбинезоне, который тоже весь в пятнах, в краске и тому подобное. Вот вам джинсы мамы, кеды, белая рубашка и традиционный уже катоновый свитер бенетоновский. У меня, кстати, небольшой анонс, скоро выйдет видео, где будут все виды джинсов, под типы фигур, как их носить, и вот это вот мамы, на мой взгляд, самая лучшая форма джинсов, которая идет очень-очень многим и, во всяком случае, не уродует фигуру. Ну, в общем, в этом видео будет все-все-все-все про джинсы и как их правильно подобрать. Мне кажется, что получился такой неплохой образ для какого-нибудь пикника, либо прогулок. Значит, на мне брюки здесь есть разные цвета, как я уже говорила, есть и красные, и синие, хаки, по-моему, да, вот это вот зеленый. Я выбрала зеленый цвет, они на 45% из вискозы и все остальное синтетика, ну, что, наверное, будет помогать содержать с таким брюком форму. Белые кеды, худи и джинсовка. Тут, конечно, можно поиграться, можно и пиджак, или парку какую-нибудь красивую, это тоже будет неплохо. Сарафан хаки, белые кеды и белая джинсовка. Я все размеры укажу, потому что все просили, чтобы указывать размеры, я все размеры укажу там, где цены будут. В общем, на мне платье, то, что я говорила, кружево, кроше, как угодно можно, да, я это называю из бабушкиных подушек, помните, такие были бабушкины подушки? Я бы, правда, тут надела, тут вот такой вот поясок, я бы надела другой ремень, какой-нибудь более фактурный, да, и более акцентный я бы надела здесь, но здесь, к сожалению, нету каких-то таких аксессуаров, поэтому платье с сережками, ну, вот, собственно, как выглядит платье без джинсовки. Я бы здесь надела бы другой ремень, как я уже сказала, какой-нибудь более фактурный и акцентный, а не вот этот вот поясок. Ну, вот, за то, за что люблю бентон, то, что тут можно найти качественные вещи, натуральные, да, базовые, как я уже говорила, то, что нужно. На мне блузка кимоно из вискозы, сто процентов, ну, она очень клево на меня сидит, сзади вот с таким вот вырезом, да, ну, и впереди, вот, честно говоря, так довольно красиво села. Катоновые брюки в клеточку, зауженные и укороченные, белые окиды, я выбрала тренч, я, правда, не могу найти состав его, сейчас вам обязательно его напишу или скажу, вот, какой состав, не знаю, катоновый он или... Ну, тренч, мне кажется, на весну, он, ну, это просто мастхэв, обязательно. Вы можете его как на голое тело надеть, так джинсом, к платью, к шортам, да, в общем, к любому, к любому образу. Ну, что, мы закончили в Беннетоне, это был первый наш приход в Беннетоне, по-моему, получилось очень даже неплохо, мне немножечко напоминают образы, круизную коллекцию какую-нибудь, какая у нас была в Массимо Дуте последний раз. Мне кажется, что тут также можно сделать что-то из домашних образов, все, кстати, давно меня просили сделать еще домашнюю одежду, мне кажется, что это тоже очень интересная тема, и, возможно, часть из домашних образов будет также здесь. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, продолжайте также комментировать, лайкать и тому подобное, я жду ваших комментариев, для меня это очень-очень важно. Всех люблю, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»